Приветствую вас. Честно говоря, очень похоже на то, что серьезных отношений, таких вот, по-настоящему, что называется, серьезных, вы скорее боитесь, нежели чем реально их хотите. И, как мне кажется, ваша центрированность на отношениях, ну, как такова центрированность на отношениях. Вот, это история про то, как бы пытаюсь показать себе, самой себе, вот, то, что вы для отношений, ну, вообще-то говоря, не предназначены. Такое вот у меня, если честно, ощущение, да, пусть вы боитесь близких отношений, как мне видят, да, таких вот, ну, по-настоящему близких отношений вы боитесь. Вот, всем это связано с тем, что вы достаточно закрыты, потому что вы достаточно можете себя подавлять, вот, тем, что вы себя и, собственно, подавляете. То есть это вот, ну, раньше вы были достаточно закрытым человеком, значит, вы стесняетесь обесценивать себя. Вот, и, собственно, это вот, в купе с некоторой такой, как вы говорите сами, импансивность, да, вот это и страх. Страх, страх перед близкими отношениями, потому что близкие отношения, они практически всегда в вашем мире несут болезни, несут какую-то боль, вот. А вы более боитесь, вы ее избегаете, вот, возможно, это вас как-то характеризует. То есть вот именно, именно, именно боль, да, именно боль вас каким-то образом может характеризовать. То есть вы ее можете бояться. Вот, поэтому здесь, там, страхи, есть вероятность страха стать одной, а, или страх быть брошенной, или, может быть, страх быть не такой, как все, вот. То есть тут довольно, ну, тут масса, на самом деле, вариантов, может быть. Вот, и важно, конечно, ну, важно, конечно, не столько вариантов, да, важны, сколько, важно, вот, все, что происходит. Вот. Выбирая мужчину, вы, как мне кажется, пытаетесь решать некоторые свои проблемы, ну, какого-то вот плана, вы пытаетесь решать свои труды. Вот, и если вы заметили, то у вас в отношениях все складывается так, что человека либо слишком много, вот, либо слишком мало. То есть, а, вот, практически, эм, такого идеального варианта, вот, чтобы прям идеальный вариант был, вот, такого, ну, практически нет. И это следствие того, что вам, вот, достаточно тяжело выстраивать личные границы, то есть, тяжело выстраивать, эм, адекватные, естественные барьеры между собой и другими людьми. Может быть, может быть, вы, потому что себя не очень, не очень хорошо чувствуете, эм, эм, вы и себя, собственно, обесцениваете, вот, и обесцениваете, ну, соответственно, и другого человека тоже. То есть, это выглядит вполне логично. Вот. Вот. А, значит, собственно, это обесценивание, да, оно, как бы, трансформируется в, эм, такую, э, получается, э, привозность, когда вы все время должны, вот, э, чего-то достигать, да, все время должны, э, чего-то добиваться, вот, э, чтобы, ну, быть, э, спокойной, вот, чтобы, чтобы, ну, вам, условно говоря, было хорошо, вот, чтобы, э, э, чувствовать себя, может быть, в безопасности, вот, то есть, вот здесь нюансы, вот, они, скорее всего, такого, вот, плана, э, присутствуют. Поэтому, э, очень важно, обратить внимание, вот, э, какая ваша глобальная цель. То есть, вам же, получается, э, э, особо в жизни, э, э, ничего не интересного, получается. Вот, получается, что вам в жизни, э, вот, ну, чтобы делать, э, э, чтобы делать что-то для себя, э, вот, ну, для себя, э, самой, вот, чтобы что-то делать, э, вот. Это, э, э, мне кажется, для вас проблема. То есть, все время вы пытаетесь, э, делать, э, что-то, что должно привести вас к какому-то, вероятно, результату, да. То есть, это вот такая, можно сказать, глобальная неудовлетворенность, получается, здесь у вас. Вот, у вас довольно разные мужчины, получается, получается, по, ну, стану, что вы описываете. Значит, у вас несколько неустойчивых, неустойчивая модель женского поведения, вот здесь, здесь, ну, модель женского поведения можно корректировать, но, опять же, в соответствии с тем, как, э, чего вы хотите. Итак, давайте теперь разберем ваш текст более подробно. В личной жизни у меня проблемы, получается, долго встречаться. Опять же, да, э, на основании чего вы выстраиваете отношения с мужчиной к мужчинам. То есть, отношения на длительной перспективе, это отношения по поводу чего-то. Ну, что-то общее, должен быть какой-то, какой-то предмет. Максимум полгода, если не считая двух лет на расстоянии. Ну, отношения на расстоянии всегда про некий страх. Страх, страх, как я уже сказал, да, страх близости. Вот. То есть, я боюсь сближаться. Я боюсь, э, 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 ну, контакта. Какого-то, какого-то контакта с людьми я боюсь в данном случае. Вот. Супер, наверное, там уже сценарию. Ко мне много кто проявлял интерес, однако сама выбирал с кем встречаться. Смотрите, если вас, э, постарается одно и то же в отношениях, значит, имеет место быть сценарное поведение. Сценарное поведение закрепляется в родителей. Вот. И, соответственно, э, то, что вы приняли из родительской семьи. Вот. Ну, например, э, страх перед, э, близкими отношениями, допустим. Да? А, вот. Страх перед близкими отношениями. То есть, это, э, такая вот, э, может быть, э, ну, может быть, такая, некая глубинная установка, что, э, в, э, отношениях близких я обязательно, э, буду не счастлив, и поэтому я должна, вот, э, искать для себя, э, ну, какого-то, вот, э, может быть, идеального партнера. Да? То есть, э, я буду, э, скорее всего, э, не счастлива. В, э, отношениях. И поэтому я буду искать себе, э, 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 идеального партнера, да, с которым я буду хорошо. Вот. Вот. Возникает вопрос, на мой взгляд, логичный вопрос. Как? Мне приходят в голову мысли о, вот собственно, замужестве, если вы ещё пишите дальше, что мужчину выбираете исключительно для замужества. То есть вы так прямо говорите, что для замужества был хороший. Вот. Вам нужно замужество. Значит, закат. Вопрос. Из-за чего мне замужество? Вот. Из чего, условно говоря, проистекает моя потребность быть замужем? Например, да, то есть чего я хочу. Значит, у Габриева здесь желание себя защитить. Вот. Либо желание что-то доказать, либо решить какой-то внутренний конфликт. Вот. Если плюс вы были достаточно важным человеком, то, соответственно, как я уже говорил, через отношения с мужчиной, да, вы могли решать какие-то свои проблемы. Значит. Так. Ко мне много кто проявлял интервью, так я сама выбирала с кем встречаться. Ну, вот понимаете, здесь имеет место быть некоторые обесценивающие тенденции по отношению к мужчинам. И, вероятно, в том числе по отношению к себе, конечно же, потому что, ну, это довольно естественно, если я обесцениваю. Мужчина, то, ну, скорее всего, я обесцениваю себя. Вот. Это, в принципе, лагично, к сожалению. Соответственно, с обесценивающей тенденцией желательно работать, вот, чтобы вы не воспринимали условно говоря, мужчин, как кого-то, кого нужно выбирать. Мужчины, это не яблоки, да, это не какие-то такие вот предметы, которые нужно выбирать, да, и выбрать, ну, типа, самый лучший предмет, самый лучший предмет, нет, нет. Поэтому тут вопрос о том, на мой взгляд, как я отношусь к, ну, к мужчинам, да, как я его воспринимаю. Почему у меня выбор, вот, почему у меня такой элемент выбора идет, как бы, как бы, вот. Это, вот, очень важный момент, как мне кажется, по крайней мере. Вот. вот, и, соответственно, на это вам нужно обратить свое внимание, да. Как я вижу мужчин, как я их воспринимаю, как я вижу себя. Вот. Потому что я выбираю, меня выбирают, это все-таки позиция довольно, довольно обусценивающая. И, вот, не факт, что вам, например, нравятся те идеи, идеи изначальные, которые лежат, вот, в основе этих позициях. Дальше. Так. Первый шаг делал я, ты давал, значит, мне интересный человек. Ну, опять же, здесь один из таких вот ключевых моментов заключается в том, что для меня, значит, интерес. То есть, интерес, это как? Понимаете, да, то есть, как бы, а, что такое интерес? То есть, когда я говорю, что мне, а, ну, что, ты неинтересен, когда я говорю, что ты неинтересен, а, что я имею в виду? Знаете? Какая штука. Вот это, а, это, такой, крайне важный момент на самом деле, потому что, интерес, он может быть, в принципе, разный, вот, интерес может быть самый разный, а, и, если его, я имею в виду интерес этот, не осознавать, то получится некое расхождение между тем, а, что мы хотим получить, а, от отношений, например, и тем, что получается по итогу. Вот, собственно, это очень похоже на вашу, к сожалению, ситуацию, ну, одну из ваших ситуаций. Вот, поэтому тут необходимо все рассмотреть. Идем дальше. Так, внешне ничем не помечательно, детское выражение лица пухловато. То есть, в принципе, я себе не знаю, не самого высокого мнения. Не самое высокое мнение формируется зачастую именно в результате сравнения. То есть, я сравниваю, я понимаю, что я не лучший. Я сравниваю себя с тем, кто обычно красивее, лучше тогда бы. То есть, я не сравниваю себя с тем, кто априори хуже меня. А значит, сравнивание возможно практически только тогда, когда я уже кого-то считаю лучше. И сравнивание нужно для того, чтобы убедиться, чтобы доказать, чтобы подтвердить, что я хуже. Понятно, что сравнивание бывает разным, что иногда сравнения работают не так. Это все безусловно очевидно. Но, вот, если мы говорим про сравнивание именно вот в том контексте, в каком, условно говоря, употребляете вы, то вот тут проблематика становится достаточно очевидной. Дальше, значит, соответственно, это тоже нужно разбирать. А почему вы себя сравниваете, откуда появится, что вы вот ничем не примечательны и так далее. Это все обесценивающиеся тенденция. И мужчина, соответственно, вот именно мужчина нужен мне, получается, мужчина нужен мне, чтобы доказать, что я достойный, что я, грубо говоря, что я не хуже. Всю школьную жизнь я была ботаником, студенчество начала отрываться, почувствовав свободу. Так, ну, я тут я, ну, отчасти говорил уже, что если вы в школьные годы были ботаником, то, скорее всего, здесь, ну, речь идет в какой-то степени о подавлении. То есть, вы себя подавляли. Вот, вы себя подавляли и, в общем-то, опять же, самостоятельно подавлять, ну, вы себя не могли. То есть, нет такого, знаете, что человек вот берет, да, и внезапно решает там себя подавить. Это происходит, ну, зачастую, извиняя, это происходит посредством взаимодействия с другими людьми, с близкими людьми, с людьми, которые что-то, что это значит. Для нас. Дальше. Срединчество начало отрываться, ну, то есть, компенсировать, начали почувствовав свободу, в отношении, надо делать нелепые вещи, в основном обижаться, и для нас в состоянии будут бегать. Поэтому манипуляция манипулятивная позиция взята, опять же, из родительской семьи. Вот. Плюс это перекладывание ответственности, и плюс ожидания, ответственность за которую вы на себя не берете. Вот. Ну, и повторюсь, глупая вещь, это обесценивание. То есть, я сперва обесцениваю, а ты потом давай доказываешь, что это не так. Мне кажется, до сих пор во мне есть инфантильность. Ну, и что такое инфантильность? Как бы, слово безусловно. Хорошее, да, красивое, звучное такое, ну, что-то не раскрывается, и всегда ли инфантильный человек является инфантильным, это большой вопрос. И всегда ли плохо, если человек инфантильный, тоже большой вопрос. Дальше. Двадцати... Так, двадцать один год я впервые начинаю серьёзно встречаться с парнями. Что такое серьёзно? Это слово серьёзное, это что? Эм... Это перспективы отношений. Это чувства. Это сфера взаимодействия, ну, количество сфер взаимодействия. Это время, время, которое вы проводили с человеком. Что такое, для вас серьёзные отношения? Дальше. Эм... Так, всё шло хорошо. Но, опять же, хорошо для кого? Для вас. Эм... Для него, для кого хорошо? После одного инцидента отношения стали не тяже. Ну... Эм... Весьма... Эм... Специфично, что вы... Что вы не... Раскрываете этот инцидент. При том, что... Он стал поворотной историей в ваших отношениях. И при том, что он вас явно задел, обидел и так далее. Вы о нём не пишите. Нет, право ваше. То есть, какую помощь это... Эм... Чтобы помочь вам, нам нужно сдать максимум. Дальше. Мы расстались. Ну, опять же. Кто мы? Кто мы? Нет никаких мы. Расстаться могли либо вы, либо молодой человек. Ну, либо вы могли поговорить, да, и оба прийти к, так сказать, обоюдному решению расстаться. Но мы... Это немножко не то. Да? Это вот здесь опять идёт некоторое сопротивление. Да? Некоторое сопротивление. Я думал, что люблю его и страдал пять лет. Думаю, с ним всё было бы идеально. Но, опять же, это... Опять же, следствие некоторое. Следствие того, что у вас, по вашему мнению, отняли возможность сделать всё идеально. Я думаю, так это выглядит. Если я не сделаю всё идеально, то я ПКК. Я не сделаю всё идеально. На этот вопрос вам нужно себе ответить. Это важно. Вот. То есть, по факту, по факту, можно сказать, наверное, можно сказать, я надеюсь, да, что я страдала не по нему. Я страдала по упущенной для меня возможности сделать всё идеально. Наверное, я думаю так. Ух ты, ну, упущенная возможность сделать всё идеально, это решение своей проблемы. Дальше. Так. Через год я встречалась с одним молодым человеком, которого даже не любила. Для чего? Замущество. Зачем замущество? Не понял. Я уехал на учёбу, меня раздражалось, но каждый мне звонил. Да. То есть, видите, как только вы входите в тесное отношение, ну, достаточно тесное отношение с человеком, да, с партнёром, то у вас в студии начинаются проблемы. То есть, в студии, вы, эээ, начинаете, эээ, вот, ну, это то, что называется, эээ, взбрыкивать, да, в студии начинаете либо агрессировать, либо, либо отдаляться, либо приближаться. То есть, тут, в принципе, всё вполне, к сожалению, логично, вот, тут всё вполне, к сожалению, логично. Вот это, безусловно, не та история, которая прямо вау, прямо вау, прямо вау, всё здорово, всё круто, но, тем не менее. Вот. Если я хочу быть защищённой, то я делаю всё, чтобы защищённой быть. Вот. А поскольку в отношениях нужно всё-таки, эээ, значит, ну, раскрываться, да, в отношениях нужно раскрываться. В отношениях, как бы, ну, есть такая история, как риск определённый, вот, то, соответственно, я этого боюсь, меня это напрягает, меня это тревожит, вот, и, ээ, естественным образом, естественным образом, ээ, я начинаю бояться, что, там, люди меня испортят, вот, меня раздражают, что, там, человек, да, ээ, условно, ну, постоянно мне припишет и звонит. Вот. А теперь всё, вот такая вот, получается. Ооо, проблемы системные, вот. Дальше идём. О, так, секундочку, 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 секундочку. Ээ, дальше, эм, не было скучно, это, так, он рассадил сначала себе другую, я не сильно расстроился, чтобы спор почти не разоглубить. Ну, были лёгкие романы, пока я не любил злодного веселого парня. Ну, опять же, вот, что я такое влюбил? Вот, понимаете, вот, у меня есть, ээ, такое, ээ, такое, столько ощущений, на самом деле, что, оооо, ваше влюбленное сп secondary больше ооооо, по требованию всего-то. Вот я вот хочу, может тут лучше – ну, ааа, ты можешь мне это дать, дай мне это. Я, понятное дело, что могу быть не брал. Я понимаю, что я могу быть не брал. Но, выглядит, выглядит это, именно вот, таким образом. Дальше. Значит, весело, весело парня, он совсем дружил, был приветлив ко всем. Я как-то добр и спокойный. По факту, возможно, это именно то, кем вы хотели видеть себя. Вот. Это не точно, но вероятно. Вероятно. Значит, вероятно, это вот то, кем вы хотели видеть себя. Краски. Вот. Ну, у вас, что называется, ну, вы знали, может быть, что у вас, как бы, может быть, вы не верите. Вот. До конца вы то, что сможете быть такой, и вот за счет другого человека, вот пытаетесь это получить. И, соответственно, вот это, есть какие-то проблемы, ну, такие вот достаточно значимые, да. Вот. Так. Я, пока я не представляю, что почти все, что любила его. Ну, вот, знаете, во всем важный здесь есть момент. Если я знаю, что должно быть в ответ. Мне в ответ человек должен ли так же в любви становиться или нет. Вот. Пожалуй. На что здесь я хотел бы обратиться ваше внимание. Потому что это очень важный, на самом деле, элемент, ну, элемент, элемент ситуации. Вот. Вот. В смысле от неё уже можно будет там говорить, да, о разных вещах, о разных моментах, вот. Дальше. Так, он решил попробовать что-ли, и повторял меня отношения были непонятны, когда-то, правда, со временем мы не встречаемся. А, ну вот, понимаете, да, то есть, как бы, вы как будто человека заставляете быть в отношениях, да, при том, что он, может, это вовсе не хочет, то есть, вы делаете это для себя, вам это нужно для себя, вот. Для чего, для себя, это нужно выяснить, но факт в том, что вы хотите большего, то есть, вы не можете принять то, что мужчина, например, вам готов дать, вот, вы этого не принимаете. Вы требуете, по сути, от человека больше, чем он может предложить, да, больше, чем он может вам дать, и, соответственно, это выдает некоторую чрезмерную такую, ну, заинтересованность в отношениях, да, но не в отношениях, и, самое главное, не в человеке, а в том, что человек может вам дать, вот, как бы, это для вас важнее, важнее всего, то, что может дать вам человек, вот, к этому вы это гости, поэтому я бы где-то обратил внимание именно на то, с чего именно большего и, с чего конкретно вы хотели, вот, это, собственно, возможно, ключик-ключик к пониманию, вот, того, какая у вас проблема, и в чем это проблема. Вот, значит, это то, что я могу вам ответить, с точки зрения, значит, ну, с точки зрения психологии, по которой мне... Дальше. Говорю, вот так, я не могла понять, то есть, я не могла доверять себе, хотела больше, но соглашалась, пока нет, они не хотят беспокоиться, если ничего не получится, будет страдать, подумай, а он запретен опять на этапе дата, и, видите, вот, решает свои проблемы одиночества. В итоге, никогда в таком состоянии я обосторил строй, путь до драка, разу мне не нравятся даже, у меня был большой шок, я вся истерика не позвонил, и тут все забрал, я обратно хватил, потом все-таки вызвала такси, уехала сама. Ну, здесь, здесь, с одной стороны, не совсем понятно, почему вы человеку все-таки не достали, вот, если он вроде как обещал за вами, приехал, да, и почему вызвали такси, почему не пришли его прозвать, непонятно, вот, но в целом, это игра, эта игра, вот, ну, психологическая игра, в которую вы играете, на мой взгляд, называется плимином, то есть вы делаете все, чтобы вас оттолкнули, и целенаправленно, может быть, не оттолкнули, но в целом направленном, ставите человека в, в такие отношения, вот, точнее даже не в отношения, когда, а, в такое положение, когда он вынужден, а, вам, ну, грубо говоря, отказать, а, и это, опять же, как бы, обесценивание, а, с, с, вот, это желание доказать, что, вот, вас не хотят, вас не любят, а, вас, а, не ценят, вас не уважают, потому что вы, а, сами создаете такси статок от других человек, в принципе, а, в силу, так сказать, в своей личности, вот, а сделать, в принципе, не могут. Это партия, которая очень хорошая, значит, вы ощущает вас от близких отношений, вот, то есть, может быть, вы на уровне соединения считаете, что отношения вам нужны, но и на уровне подсоединения, отношения очевидны, вот, вот, а, вы отношений избегаете, вот, и, соответственно, это проявляется в том числе и здесь, вот, ну, как бы, еще и параллельно подтверждает тем, что вы, там, недостойны и так далее, вот, там, все это такое, вот, демонстративное достаточно поведение, вот, поведение, э, э, поведение такое, вот, а, ну, привлекающее к себе понимание, вот, и, наверное, вы делаете это, не знаю, первый раз совершенно такое, вот, поэтому момент этот достаточно вперед. Дальше. Идем. Эм, так, значит, он, эм, я вызвал такси, и завтра подговоримся в СМС, как я не позвонил никакого средства. Вот, видите, снова. Эм, здесь у вас ожидание от человека, то есть, что он должен делать, но не то, что вы принимаете то, что он вам дает. Эм, так, э, значит, эм, э, он подписал СМС, как я не позвонил, не хотел встретиться, я была очень подавлена, чем, э, после объяснения отношений, когда был не в настроении, он играл с друзьями в настольные игры и не может приехать. Ну, то есть, выстраиваете скандал, не психологически, это такая игра, скандал, он может изучить в интернете, классическая для людей, которые боятся близок. Я ему объяснил, что я так не поступал. Нет, вы не друзья в этой позиции, в этой позиции вы родители, потому что вы учите человека, как ему жить. То есть, занимаете такую позицию над, а эта позиция над полностью, э, помогает избежать, э, собственно, контакты, эмоциональные близости и всякое такое. А, даже если мы не встречаемся как пара, ну, он же считает нас с друзьями, это здесь требование. Но мне не поддерживал струнный момент. Возможно, вопрос, что мы мокли. Хотя раньше, вообще, он привлял участие, приезжал, когда просил, отдавал советы и хлопал по плечам. Ну, опять же, указывает, что человек имеет свои грани, указывает, что человек имеет свой предел. А тут ведь совсем другое случилось. Да, я так оказался ему не по плечу, а вы этого не приняли, потому что прикладываете ответственность за себя и свои переживания на другие. Я был в дефессии, спустя полгода даже являлась работа, на которой новая начальница являлась себя неадекватно. Но я рискну предположить, что не новая начальница являлась себя неадекватно. Что же было некое обесценивание к определенным, да? Вот. Ну, некоторое обесценивание, например, скажем, некоторое обесценивание, вам, вам, вами самой, то есть вы сами, ага, на основании чего-то, да? Ну, например, грубо говоря, на основании, там, допустим, своих, ну, своих переживаний, да? Вот. Своих чувств и на этом основании обесценили свою начальницу. Вот. Вот. Допустим. То есть я не знаю, как на самом деле все было, да? Я безусловно не знаю, но вот выглядит, выглядит это все примерно вот таким образом. Вот. Вот. Значит, это нужно исследовать, как мне кажется, да? Это нужно исследовать, это нужно разбирать. Вот. Опять же, вопрос, к какой-то степени, вопрос вызыва, вызыва, то, что вы понимаете, под депрессией, потому что депрессия, вообще-то, это заболевание, вот, значит, психическое, это психическое заболевание, вот, которое диагностируется врачом и, соответственно, из-за депрессии, вот, просто взять и выйти, да, нельзя. То есть нельзя просто побыть в депрессии, а потом внезапно, значит, значит, в депрессии, грубо говоря, быть перестать. То есть это, ну, так и так не работает. Вот. Поэтому вот то, что вы говорите, это немножечко, ну вот, как мне кажется, несколько не соответствует действительности. Вот. Дальше. Бывали очень хорошие моменты и с ним, и на работе. Мне раньше нравилось, когда старый создал бы этот опыт, однако, начинал новые отношения, с которыми я последовательно работал, потому что я не могу найти, я забуду, что на самом деле хочу, помогите мне, уважаемые психологи. Ну, а для чего вам, собственно, отношения, да? Вы, вспомните, э, э, относения. Э, трудно Тогда, когда слишком много от этих отношений ждёшь. Вот тогда их в принципе очень сложно вводить, потому что владя отношения, ты понимаешь, что не факт, а совершенно не факт, что ты от них, от отношений получишь то, что ты ожидаешь, то, что ты хочешь. А это значит, что выстраивать отношения просто так, просто. Ну просто выстраивать отношения просто потому, что хочется там что-то сделать, допустим, для человека, например, вам. Вот так отношения выстраивать не готовы, вы не готовы. И вот это очень важно понять, что когда вы становитесь сверхмотивированы, выстраивать отношения, сразу начинаются определённые проблемы. поэтому и нужно разобраться с тем, для чего вам нужны отношения. когда вы говорите про работу, да, то есть как бы, я не знаю, что хочу, да, и вот работа мне раньше нравилась, когда был состав. здесь проблема реализация и проблема смысла. Потому что вам нравилась не работа, а вам нравилась состав. Если вам нравилась состав, а не работа, то, ну вы, вам нравилась то, как вы себя, себя на работе, эх, чувствовали, конечно. Что-то не связано с самой работой. И теперь, когда люди рядом, образно говоря, нет больше, то, соответственно, ну, сразу возникают проблемы. Сразу возникают трудности связанные с тем, а что, куда, а как. То есть вы вот не научены себя ощущать. И, собственно, вам, чтобы распутаться и понять, чего вы хотите. Лучше поработать со специалистом. А так, к какой помощи вы хотите? Совет? Вам совет не поможет. Вы живете таким образом не один год уже. Так что, потихонечку нужно выходить из тех привычных моделей поведения, из привычных паттернов поведения. Вот. Чтобы, собственно, получить, наконец, то, чего вы заслуживаете. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос. Вот. Который вы задаете. Вот. Я надеюсь, что вам это было достаточно полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Вот. Я вам желаю удачи. Я желаю вам научиться смотреть по-другому и на себя, и на других людей. Вот. Я желаю вам найти свои интересы. Кхм. Я желаю вам найти свои увлечения. Я желаю вам найти, собственно, то, что по душе. Вот. И я надеюсь, что, значит, вы все-таки найдете, возможно, обратиться к специалисту, вот, для того, чтобы получить помощь. Вот. Ну, на этом все. Я еще раз желаю вам удачи. Всего самого доброго. До свидания.